Друзья, всем привет, сегодня я снова в Польши, снова объектом нашего уважения машинка на заднем плане. Вчера мы ехали из Львово, очень близко на полиге, еще более 68 километров на полиге, потом еще 600 километров побольше, но мы все-таки добрались, оглянули, купили, и сейчас хочу вам более детально показать машинку с видеоглядом. Мы имеем Рено Гранд Сценник, 7 мест, 2012 год, машинка с достаточно хорошей комплектацией, вы можете видеть, что она уже есть так называемый рестайл, леди, линзи в фарах, так же півшкира салон, так называемый Реношный. Конечно, полностью электропакет, электроскладание дзеркал, безключеный доступ, вся эта машинка имеет, также оснащена она очень хорошей аудеосистемой Аркамюс, это не Босе, а еще один из разных видов Реношных авто и аудеосистем в Реношных автомобилях. Повинно давайте оглянемо ближе и уже иди зрозуміємо, что это за автомобиль. А, забыл еще сказать, что в данной машине есть панорама, которая также додает свой плюсик до контактации и очень эффектный выгляд. Давайте прийти там облаще. Так, давайте спочатку покажу вам визуальный, звичайный такой огляд. Машинка на самом деле, я считаю, в идеальном состоянии. Вона на такие руки, она не имеет никакого подкраса, она имеет ледь помнитные дребники, которые будут в режиме эксплуатации автомобиля. И колька таких дребных вмятинок. Какие-то на камере. Говорят, чего не показать. Ну, обязательно. Вот такой маленький подназник. Так. Вот такой фар был. Вот она. Вот она. Вот же. Стандартный для Рено. Это очень эффектный для Рено. Это очень эффектный для Рено. Ведь это очень эффектно, достаточно. Здесь у него очень эффектно, вставляется эта комиссия. Вот такие тенеры, брендовые вставки, панели. Темные в очень хорошем состоянии. Не вытарки. Данного ременда оборудована оригинальная 158000. Все проверялось по официальному дилеру. Ось можете поглянуть. Салон в прекрасном состоянии, есть одно из уважений, это стандартная беда данных машин. Ковалый ценный. Начинаете с речи. Ось можете поглянуть. Все чудово видно. Чистенький салон. Мои речи. Можем побачить, что все прекрасно. Задний ряд сидень. Я бы сказал, дитящее сиденье. И особенность данного авто, это панорамный дах. Это закрыта часть. Это мы имеем открытую часть. Опа. Вот так, если захочете. Прекрасно может выглядеть. для небольшого отделения. Ось тут, до речи, от нас, з таких нюансов, теж. Найбільша царапина, яка вот есть на авто, что не справедливо у нас не будет проблем. Багажника, конечно, при раскладенном. В заднем ряде сиденье немае, но мы имеем то, что мы имеем. Людина хотела, самый семимисный вариант. Повторяем. 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 Автомобиль не имеет ни одного подфарбования. Это можем доказать. Все швы есть полностью заводские. Все четко хорошо видно. Капотик. Также с этой стороны мы можем видеть, что они имеют так называемые столики. И кишечки для вручности что-то покласти. И еще покажу вам вот это свидетельство того, что тут все в оригинале, никаких нюансов нет. На молдингах есть так называемые накладки. И, скажем, в дорожчих комплектациях. Еще одна особенность солнцезахисные шторки, так называемые мают подсветку даже в большинстве комплектации. либо все все оригинальные наклеечки. так что это все карты здесь бак дикельованы. авто на 16-х литых дисках. что-то мое мое обмежение. А там мюзика. это это показники бортового компьютера 158,5 тысяч пробьев. магнитола с USB магнитола красный электроручник можем побачить. Так открывается панорама мы имеем так называемый пивком на пивкабриолет между ателлитом очень эффектная штука. Я думаю что это забавка. Панорама даже несколько положений открытой и помещение закрыто. И заговорим все на данный момент будем закинчивать задание а на данный момент подвесить мое в самом пузу. У нас показники завицкие соответственно нет никакого сомневаться что его собственной подходящей на немецкой . Субтитры сделал DimaTorzok